МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этого заседания ждали, надеялись и верили. Но крупнейшие добытчики страны ОПЕК нефтяной кран прикручивать не стали. Уровень добычи оставлен на прежней отметке. Картель дает понять, менять план никто не намерит. Наше общее решение оставить уровень добычи нефти на прежнем уровне. 30 миллионов баррелей в день. И будем дальше наблюдать за развитием событий. ОПЕК оценивает спрос на нефть в третьем квартале 2015 года на уровне 30,3 миллионов баррелей в сутки. План прост. Нефти по-прежнему будет больше, чем желающих ее купить. Спрос превышает предложения. И по законам рынка стоимость черного золота приближается совсем не к золотой отметке. В ноябре прошлого года точно такое же решение стран ОПЕК не снижать квоты, а брошило биржевые котировки сразу на 7 долларов. Рынок перенасыщен. Это мы уже видели в начале года, когда цена показала рекордно низкий уровень. Представители стран Персидского залива уверяют, пока ситуация не влияет на экономику и государств. Но вместе с тем уже разрабатывается сценарий на случай дальнейшего снижения прибыли. Но ОПЕК так и не снижает квоту добычи 30 миллионов баррелей в сутки. Ближневосточные участники организации во главе с Саудовской Аравией дали понять, что готовы терпеть низкие цены, но не уступят рыночную долю производителям США. Конференция приняла решение сохранить планку в 30 миллионов баррелей в сутки. Страны ОПЕК, согласившись с этим, подтвердили свою приверженность к устойчивости и сбалансированности нефтяного рынка, где цены должны быть на уровнях, которые комфортны как для производителей, так и для потребителей. Тем не менее, секретариат будет внимательно следить за развитием событий на рынке углеводородов в ближайшие месяцы. Но такие цены комфортны не всем. Для России, Бразилии и США стоимость нефти в диапазоне 20-60 долларов за баррель грозит снижением добычи. Тут все дело еще и в себестоимости добываемых углеводородов. Уземный газ показывает, что его себестоимость добычи – это 71 доллар на баррель. То есть это уже заведомо выше, чем то, что сегодня мы имеем на дворе. Эмбомный газ – 64 доллара на баррель. И, например, «Егит-Шевройл» у него 25 долларов на баррель. То есть вот такой широкий разброс сегодня данных. Выдержать длительный период снижения цен сейчас, пожалуй, могут только бюджеты стран Персидского залива. Себестоимость добычи нефти в песках составляет 4-5 долларов за баррель. Расчеты Саудовской Аравии просты. Производители нефти, у которых себестоимость выше, сами вынуждены будут сократить добычу. И тогда предложения и спрос придут в равновесное положение. Впрочем, эксперты уверены – долго играть со стоимостью нефти не могут даже законодатели нефтяного рынка. В краткосрочной перспективе тенденция снижения цены на нефть не является проблемой для Объединенных Арабских Эмиратов. Но в дальнейшем это будет проблемой. Каплю дегтя в бочку черного золота добавил и другой участник ОПЕК. Иран намерен увеличить суточные отгрузки сырой нефти на экспорт на 26% или 800 тысяч баррелей. Такую новость распространило агентство Bloomberg. Для сравнения, это больше, чем сейчас рынку предлагает другой член картеля – Катар. И намного больше апрельского роста добычи ОПЕК по сравнению с мартом. Впрочем, тут эксперты всех стран единодушны. Сегиран работать себе в ущерб не будет. Себестоимость добычи нефти там тоже не низка, как, к примеру, в Соединенных Штатах Америки. Низкие цены выгодны не всем. То, что Иран сейчас говорит, что они могут дополнительно прибавить еще где-то 1 миллион баррелей в сутки, на самом деле потенциально они могут и 2 миллиона баррелей в сутки прибавить. Но при этом здесь надо обратить внимание, что даже в период действия санкций Иран все равно поставлял нефть на мировые рынки. И сейчас просто будет происходить определенная легализация тех объемов, которые они предоставляют на рынок. В то же время иранская нефть является не самой низкой по своей себестоимости. То есть она способна быть еще и катализатором. И пусть планы поставок не всегда реализуются на 100%, но они указывают на то, что может произойти. Кривая стоимости нефти меняется практически ежедневно. При этом на заседании ОПЕК звучит новая версия. Цены на нефть в мире упали не из-за объективных факторов, а из-за действий спекулянтов. С прошлого заседания ОПЕК в ноябре прошлого года мы стали свидетелями больших изменений на мировом нефтяном рынке. Цены упали с 77 долларов за баррель в ноябре до 45 долларов за баррель к середине января. Затем они восстановились. Я хочу подчеркнуть, что мы не верим, что фундаментальные факторы привели к падению цен почти на 60% с января 2014 года до января 2015 года. Очевидно, что в этом падении сыграли свою роль спекулянты. О том, что именно игроки на нефтяном рынке тоже могут внести свой вклад в мировое ценообразование, говорит Акбар Тукаев, давно не секрет. Стоимость черного золота уже давно перестала укладываться в математические формулы. Краеугольный камень прошедшего периода, то, что осуществлен переход от подавляющего мнения о том, что виноваты во всем фундаментальные факторы. Помните, в прошлом году говорили неоднократно, что спрос очень сильно отстает от предложения, что там 700-800 тысяч баррелей в сутки превышения предложения над спросом. На самом деле, для мирового рынка это и тогда была, скажем так, достаточно незначительная величина. Более того, мы сейчас видим такую картину, и она тоже является принципиальным отличием от ноября прошлого года, что сейчас предложение превышает спрос более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Нефтяной рынок планируют изменить и Ирак. В апреле Багдад экспортировал свыше 3 миллионов баррелей нефти в сутки. Рекордный уровень. На экспорт идет около 90% в добываемой стране нефти. Впрочем, члены картеля уверены, на каждый добытый баррель в мире обязательно найдется покупатель. Рост населения в мире добавит еще 2 миллиарда потребителей энергии. И в период экономического роста 3 миллиарда пополнит средний класс. Учитывая все эти обстоятельства, мы прогнозируем до 2024 года увеличение спроса на разные виды энергии на 35%. И нефть останется основным источником энергии на ближайшие десятилетия. При этом квота ориентир лишь на бумаги. Реально картель добывает больше. Но с другой стороны, уверен экономист-аналитик Акбар Тукаев, то, что страну ОПЕК решили оставить все как есть и не увеличивать квоту, уже хорошо. Если в прошлом году в момент заседания ОПЕК цена на нефть была около 80 долларов за баррель, и определенная паника была на рынках. При этом выражались мнения о том, что надо бороться с огланцевой нефтью, что были факторы взаимоотношений Запада с рядом стран, так сказать, антагонистов. В то же время, в июне этого года цена на нефть в районе 65 долларов за баррель. Но при этом мы наблюдаем, на самом деле, с начала года наблюдается повышательный тренд, с 45 долларов за баррель выросли до 60-65 долларов за баррель. Также при этом видно, что борьба с осланцевой нефтью оказалась малоэффективной. На самом деле, Соединенные Штаты, получается, сейчас производят еще больше, чем они производили. Впрочем, рынок уже отреагировал. Мировые цены на нефть перешли к росту уже в пятницу. Смесь Brent поднималась до 62 долларов 63 центов за баррель. А еще несколько часов перед заявлением саудовского министра цены на черное золото демонстрировали снижение. Следующее заседание стран-участников ОПЕК пройдет через полгода. И по какому сценарию будут развиваться события в ближайшие шесть месяцев, сказать однозначно, сейчас не берется ни один аналитик. И тут главное место отводится правительствам стран. Насколько государственная казна готова к таким потрясениям? В Казахстане к такому повороту события оказались готовы. В бюджете этого года среднегодовая цена Brent заложена в 50 долларов за баррель. Сейчас стоимость черного золота зафиксировалась на отметке 61 доллар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова